Если у тебя есть авто или ты скоро его купишь, то этот ролик точно тебе пригодится. Сегодня рассматриваем универсальный держатель для телефона в авто. Крутой, надежный и качественный. Погнали! Держатель для мобильного телефона AceFast D2 предназначен для использования в автомобиле. Благодаря двойному креплению может устанавливаться как на торпеду или лобовое стекло автомобиля, так и на дефлектор. Все товары от AceFast очень качественные, как и этот держатель. Комплектация не бедная и пригодится в установке на любом автомобиле, независимо седан ли у вас или грузовик. А липкая платформа позволит установить гаджет на торпеду, не боясь, что при солнечной жаре отклеится основание. Благодаря гибкому рукаву конструкцию можно настроить как вы хотите, как например у меня. При зажиме телефона слышно, что внутри держателя идет уверенное защелкивание смарта. А чтобы достать ваш телефон нужно нажать на кнопку сзади и отмечу, что это очень удобно. При езде по плохой дороге тряска минимальная. Я уже месяц тестирую этот держатель и очень доволен. Телефоном не трясет и не кидает, он держится очень надежно, независимо какая дорога, брусчатка, ямы или шоссе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце ролика хочу сказать еще два слова про данный держатель для телефона. Почему я выбрал именно его, а не тот, который был у меня раньше от Baseus. Вот такой вот очень крутой, это очень крутой держатель. Он заряжает телефон по беспроводному протоколу. И у него есть датчик. Когда вы ставите сюда телефон, эти удушки зужаются и держат вас телефон. Он, этот держатель, подключается к USB. Но не суть. Прикол в том, что у меня Fiat Fiorino. Ну, что-то похоже с Doblo машинка. И в дефлекторы не встает вот такой держатель. И я вам больше скажу, в дефлекторы не встает. И вот такой держатель, который был с этим Ace Fast держателем в комплекте, тоже не встает. Потому что нету просто таких... У меня, короче, такие дефлекторы, что не подходят. Идеальным решением я предпочел заказать вот этот держатель. Потому что он крепится куда вы хотите, на панель. И, как вы видите, у него есть большой такой рычаг. Он гнется, вот эта вот палка, она гнется полностью, как вы хотите, как вам удобно. И вы можете установить такой держатель в любую машину. И не важно, вам не нужно подключать его к дефлекторам. Кстати, если вот тут открутить, снять, я могу вставить вот сюда вот этот вот кружочек. Ну, то есть, я могу подключить к этому дышлу, скажем так, и вот этот вот держатель. Но пока что не хочу. Мне он, в принципе, и тот от Ace Fast нравится. Этот, вернее, что вы сегодня видели. В общем, как-то так. Если у вас машина, к которой нельзя подключить вот такие вот крепления или другие, которые я показал, то можно заказывать смело вот этот вот держатель от Ace Fast. Он качественный, он мне понравился, гнется, как хотите. Вот, про который я сказал. И, в общем, пользуйтесь на здоровье. Как я понимаю, в грузовые машины вот такой вот держатель подойдет идеально. Потому что там минимум воздуховодов, таких, как нужно, по крайней мере. Ну, а там... Ну, у меня вот такие вот воздуховоды, дефлекторы, как они называются. Сюда не станет. Не вот этот держатель. Ну, он-то станет, конечно. Ну, он не будет держаться. И не станет. Вот этот не подойдет. Потому что попросту не будет куда зацепиться. Тут нету куда зацепиться им. Вот. Так что вот как-то так. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам этот держатель, который я показал. Всем спасибо. Ссылочки на него будут в описании. И всем пока. Качество, кстати, топчик реально, ребятки. Ну, не первый товар от Ace Fast. Качество на высоте. Рекомендую смело. Всем пока.